Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Меня часто спрашивают, ну что же с мужской модой? Что с мужской модой? Ну вот по моей практике мужская мода не настолько сильно распространена, не настолько прибыльна, но все-таки женская мода занимает больший сегмент, да и детская тоже. Но вот мне в руки попала великолепная книга по тому, как конструировать для мужчин. И я считаю, что это очень здорово, что именно мужской ассортимент. Есть люди, которые именно им занимаются. И, например, вот те книжки, которые у меня есть, там по издательству промо-пресс Антонио Донана, там женские книжки, а в конце каждой книжки ставлены вставки. Не понимаю, почему они сегодня собрали и не издали именно конкретно для мужской моды, ну потому что если человек занимается мужским, зачем ему покупать все женское. Здесь они пошли от печки, начали, соответственно, со скелета, с того, как снимать мерки, что очень приятно. Вот смотрите на фотографии человека, чтобы было четко понятно, а не на картиночке. И здесь даны измерения, то есть можно их использовать как базу. Хотя для промышленного моделирования лучше использовать ГОСТовские стандарты, тогда будет лучше, есть эти отраслевые стандарты. Показывают они и рассказывают, как работать с разными фигурами, с разными искривлениями для того, чтобы изделие хорошо сидело. И если у нас подтянутый мужчина или мужчина уже с животиком, как это все откорректировать для того, чтобы изделие смотрелось хорошо. Size chart, примеры разнообразных размеров, единицы измерения, сантиметры. А, соответственно, вот такая прелесть. Это брючки, это верхнее плечевое изделие, рукав, как это все распределяется. Ну, для того, чтобы было понимание, где что употребляется. Вот базовое построение для того, чтобы у вас была основа. И потом дальше от этой базовой основы на протяжении всей книжки даны примеры, как ее моделировать. Принципы того, как идет раскрой, вот по 45, по долевой. Тоже, как собирается посадка, на что обращать внимание, как поставить воротнички, как работать с манжетами, как работать с подкладкой. Смотрите, вот тоже очень интересно. Используя технологии, делаем 3D-моделирование нашей фигуры. Я думаю, что мы шагнем туда рано или поздно. Но пока это вот еще все. Когда сможем там приложение поставить, себя отснять, получить объем, и типа хочу примерить эту вещь, как на мне будет смотреться. Будет здорово. Кстати, как вам такая идея? Например, вы заходите в приложение, отснимаете себя в нижнем биге со всех сторон, получаете ваш 3D-аватар и отправляете ваш 3D-аватар гулять по магазинам. Вам не нужно ничего примерять, а сразу любое изделие вы можете взять, примерить, собрать комплект и заказать что-то готовое. По-моему, очень здорово. Только нужно это технологически реализовать, потому что пока оно все немножко прихрамывает в этих вопросах. Ну, это вот такая идея. Согласились ли вы на такой шоппинг? Тоже вопрос. Можете поделиться этим в комментариях. Ну, и вот вся книжка. Она построена на принципе конструирования и построения. Насколько хороша именно данная методика, я не могу оценить, поскольку я по ней не строила, и я по ней не отшивала изделия, но по моей практике данные книги, данные издательства, как правило, достаточно интересные предлагают методики, и они могут быть применены достаточно широко. Тоже я встречалась у меня там в комментариях, были обсуждения, зачем вам книжки иностранных издательств, берите наши, у нас фигуры другие. Сейчас идет смешение. Есть, конечно же, если, например, мы говорим про азиатов, у нас с ними разные пропорции тела. У азиатов чаще ноги покороче, голова покрупнее, например, не такая активная грудь, они по-другому выглядят. Но там надо просто перестраивать всю конструкцию. Но если мы говорим с европейцами, то со многими европейцами мы совпадаем. Американцы, как правило, чуть крупнее. Но я говорю, это не то, что как бы, ну, оскорбление кого-то, да, это просто констатация того, что в зависимости от того, с каким рынком вы работаете, с каким типом фигур преимущественно вы работаете, на это надо обращать внимание. То есть не более того, нужно понимать эти особенности. Но, в принципе, используя ту или иную методику, вы туда подставляете же размеры того человека, на которого вы делаете, и все у вас будет нормально. Разные методики садятся по-разному. Вот такая книжка полностью для мужчин. А если занимаетесь мужской модой, и вам нужно конструировать, welcome, она существует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!